Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами снова канал выставки Росмолк. Сегодня у нас очень необычная передача для пациентов, которые сталкиваются с различными достаточно серьёзными проблемами со здоровьем, и проблемы эти могут решить аддитивные технологии. Я напоминаю, что у нас есть сессия, она уже стала традиционной, ежегодной, медицинская сессия на форуме аддитивных технологий. Она бесплатная, вы можете всегда посетить её. Достаточно просто пройти на сайт и зарегистрироваться на выставку. Также напоминаю, что регистрация на выставку уже идёт. В 2023 году сессия имела огромный успех, много было вопросов. Вы можете посмотреть её на нашем YouTube-канале. Она находится в разделе, в плейлисте «Форум аддитивных технологий». И организатором этой сессии был наш сегодняшний гость, Владимир Анатольевич, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета, председатель секции «Анкоскрининг в стоматологии» и «Стоматологической ассоциации России». Владимир Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Владимир Анатольевич, ну сегодня у нас действительно такой разговор ненаучный. Он больше для тех, кто столкнулся с какой-то проблемой. Давайте начнём вот прям с самых азов. Собственно, почему аддитивные технологии в медицине и в каких случаях их нужно применять. И мы, конечно же, говорим именно про Россию. Что доступно сейчас? Во-первых, немножко исторически давайте. Человечество уже больше двух тысяч лет, по крайней мере, известно, замещает свои органы какими-то протезами. Да, но в данном случае мы говорим, конечно, будем про имплантацию и про биологически совместимые материалы, вещества, которые можно внедрять в тело человека. Поэтому технологически многие вещи уже отработаны даже, можно сказать, столетиями. Но вопрос в том, что современные технологии, то, что мы говорим о 3D-печати, не только 3D-каткам-технологии, это как раз и есть раздел аддитивных технологий, которые позволяют нам заместить, а вернее даже неправильно сказать заместить, а сохранить орган. Почему? Потому что, ну, простой пример, приведём дентальный имплантат, зубной имплантат. Мы удаляем зуб, устанавливаем имплантат, фиксируем коронку. По сути, мы устанавливаем орган. Точно так же и с другими частями. Хочу поставить акцент над тем, что всё-таки это в большей степени все аддитивные технологии имеют отношение к костной хирургии, так называемой. Что туда входит? Это нейрохирургия, это чайцевая хирургия, это стоматология, это спинальная хирургия, нейрохирургия, это травматология, ортопедия, это онкология. То есть те разделы, где может наступить повреждение или утеря той или иной ткани или органа. Ну, в данном случае, как правило, это костная ткань или кость. А кость, по сути, это орган, но костная ткань. Поэтому, исходя из этого, спектр очень обширный, практически на сегодняшний день мы можем изготовить индивидуально любой имплантат, замещающий, например, часть таза человека, позвоночника, черепа, лицовозки и так далее, и так далее. Поэтому системно, достаточно молодое направление, которое развивается, может быть, лет 30-40 с точки зрения именно технологий. А именно доступности операций? По поводу доступности. Смотрите, ответ очень простой. Я скажу не своими словами, все высокие технологии требуют высокая оплата труда, иначе они никогда не окупаются. Поэтому это раздел высоких технологий, и на сегодняшний день это можно внедрять везде и всегда. Единственный момент важный, мы должны понимать, что есть такие разделы медицины, как троматология, ортопедия, нейрохирургия, онкология, где раздел именно замещения или восстановления функций органов достаточно серьезный, масштабный. И здесь без роли государства обойтись нельзя. Поэтому мы работаем в государственных программах, по высоким технологиям. Соответственно, большую часть того, о чем вам говорится в последующих циклах, конечно, можно сделать на государственном уровне. Исключение, естественно, это стоматологическое лечение, ну, какие-то разделы через свою хирургию. Либо платит государство, либо платит человек сам. Когда я говорю про доступность, я имею в виду не только финансовые затраты, я имею в виду и наличие этих технологий. Ну, давайте похвалим нас, замечательных. В России есть все. Давайте вот начнем с этого. У нас нет ни одной технологии, которой нет в мире. То есть у нас есть все технологии, существующие в мире. Более того, скажу, у нас есть ряд технологий, которых в мире нет. Поэтому мы должны гордиться своей страной и своими специалистами. Проблема две, на самом деле. Огромное количество в России комплексов 3D-печати, аддитивных технологий, они есть иностранного производства, российского, а вот специалистов, которые умеют и знают, как делаться, совсем немного. Почему? Объясню. Ответ очень простой. Мы все привыкли, ну, в разных специальностях, я назвал 7 специальностей, где применяется, привыкли к титану, да, титановые конструкции, титановые там шурупы, винты, пластины и так далее. Но у титана есть как плюсы, так и минусы. Мы сейчас будем больше внимания уделять, конечно, конструктивных материалов, другим конструктивным материалам, биосовместимым полимерам, биосовместимым резервированным материалам. Почему? Потому что это прогресс. Титан уже изучен долей поперек, начиная от зубных имплантатов и заканчивая спинальными различными имплантатами. Поэтому интереснее, гораздо для людей, для населения понимания того, что есть более новые, более современные технологии. И, кстати, вы задавали вопрос по поводу доступности. Вот как раз вот это направление, которое очень активно развивается, оно и позволит говорить о том, что это более доступная технология. Потому что есть, например, изготовление титанового, как вот протеза стоит определенного финансового ресурса, то изготовление такого же полностью протеза, например, из полиэфира фиркетона, из биосовместимых пластиков, композитов, обходится в порядке дешевле. Вот поэтому мы говорим о том, что доступность есть. Главное, чтобы были специалисты, которые могут выполнить подобные вмешательства. Так происходит взаимодействие работы инженера и врача. То есть врач, он не может без инженера, собственно, создать имплант. Инженер, конечно же, не может его без врача имплантировать, что называется. Вот как это происходит и как подбираются материалы? Во-первых, раз мы цикл передач такой создали, мы всегда будем многое аккуратно повторять про слово просвещение. Просвещение наших пациентов, жителей России, поэтому просвещая наших людей, хочу сказать следующее. Первое главное – это информация, правильная информация о данных технологиях, размещенная в правильных местах, на вашем портале и так далее. Не просто где-то в интернете, непонятно о чем и непонятно кто, а именно информация, которая подтверждена фактами медицинскими, исследованиями и научными публикациями. Никто не заставляет пациента копаться в научных статьях, но пациент должен понимать, что изучая тему, которая связана с его здоровьем, ему надо потратить время определенное. Как сказал кто-то из великих, что врачи лечат болезни, а здоровье надо добывать самому. Так вот, задача наших пациентов, наших жителей – интересоваться. Как это происходит? Значит, первое главное – человек, который хотя бы немножко знает о тех процессах, которые существуют в имплантатах протезной реабилитации, он ищет специалистов, которые этим занимаются. Это первое, то есть это посыл действия. Если он не будет его искать, то и ничего ему не получится. Это первый момент. Момент второй. Те специалисты, которые этим занимаются, они хорошо и достаточно плотно, особенно кто много лет занимается, изучили систему. Второй вопрос, который мы всегда будем повторять, начиная с просвещения, это вопрос системного взаимодействия между пациент, врач и инженером. Ну, так вот, короткая цепочка. Почему? Потому что пациент, не понимая зачастую, что с ним будет происходить. Врач понимает, но не всегда знает технологические процессы. Инженер прекрасно разбирает технологии, но не всегда понимает запросы врача и пациента. Как это происходит? Ну, понятно, есть 3D исследования, есть программы планирования, поэтому начинается с обследования. То есть специалист с участием пациента производит ряд исследований. Я не буду сейчас на этом останавливаться, тема отдельной передачи, отдельного обсуждения. Провели определенное количество исследований, там рентгеновские и так далее. Дальше определились конструкции данного имплантата, протеза и так далее. Приняли решение. Дальше вот этот вот запрос идет в лабораторию к инженерам. Создаются виртуальные проекты, ID-печати, VSTL-файли, так называемые. Сейчас тоже об этом говорить не будем, это отдельный аспект. И далее этот вот формат цифрового проекта, он согласовывается и врач с инженером, а в дальнейшем, когда они более-менее приняли решение, как правило, мы 2-3 варианта выбираем. Ну, не больше трех, не меньше двух версий, да, вот этого имплантата. Дальше мы презентуем данную позицию пациенту, который может говорить сколько угодно, я не знаю, не разбираюсь. Чего подобного, человек, который интересуется своим здоровьем, живет дольше. То есть, когда сформирован виртуальный проект, мы его представляем пациенту. Но, очень важно, что вот на этом этапе наступает так называемый этап прототипирования. Если первый этап, мы отдельно сделаем программу по проектированию этих имплантатов. Да, проект создать виртуальный и так далее. Дальше идет этап прототипирования. То есть, компания-производитель, инженерный комплекс создает из полиэтилена, из пластика прототипы вот этой конструкции и саму челюсть там или череп или там коленный сустав и планируемый имплантат. Для чего это важно? Чтобы все подержали этот имплантат в руках. Объясню, почему. Только в реальном формате времени, в реальных мануальных действиях можно определить конструкцию. Это правильный факт. Это очень важно знать нашим людям, нашим пациентам, что только когда будет не виртуально красиво на картинке это все сформировано, а именно возможность подержать это в руках. Это не обязательно держать пациента, естественно. И должны поработать с этим специалистом. Я объясню, по нашему опыту у нас иногда до нескольких раз происходят примерки, обсуждения окончательной версии. Особенно в тяжелых случаях, агентстрельных и так далее. Поэтому, подводя итог вашему вопросу, это системное взаимодействие команды в хорошем смысле это пациент, это специалист, врач, это инженер как минимум, а дальше подключают все другие службы. Вот так это выглядело в современном этапе. И далее начинается системная работа. И только после того, как уже сделан прототип, все обсудили, согласовали, можно приступать к операции. Плюс есть еще помимо материальных и технических составляющих, есть еще и юридические составляющие. Это тема тоже отдельного нашего с вами мероприятия. На самом деле вы так коротко сейчас рассказали пошаговую на самом деле уже инструкцию о том, что делать пациенту. Но если возвращаться в начало, все-таки как пациенту принять решение о том, что ему нужно именно аддитивные технологии использовать, если, например, ему не предлагают. Давайте начнем с того же аддитивные технологии это метод производства имплантатов или технологии изготовления имплантатов. Не надо путать с самим процессом имплантации, то есть лечение пациента с использованием имплантатов изготовленными аддитивными методами. Давайте вот так. Поэтому, когда пациент, сейчас же все эра интернета, поэтому пациент все спокойно может, зная кодовые ключевые слова, которые мы тоже будем многократно называть, он может по этим кодовым или ключевым словам, это во всем мире так работает, найти тех специалистов по публикациям, так роботы на Россию так работают, что они все равно по ключевым технологиям, аддитивным технологиям, медицине, как пример, выводят пациента на тех специалистов, тех людей, которые этим занимаются. Это раз. Второе, что значит хочу, не хочу, это решает не пациент, а врач. Пациент принимает решение лечиться ему у данных специалистов или нет, и вот по таким технологиям, которым предложат. А решение принимает всегда пациент и врач вместе, только тогда это справедливый, честный и правильный подход, потому что, когда за пациента принимает решение врач, это неприемлемо с точки зрения вообще любых этических норм и так далее. Еще великий Гиппократ говорил о том, что прежде чем начать лечить пациента, спроси у него, готов ли он отказаться от того, что сделал его больным. Классическая фраза и две с половиной тысячи лет. Люди часто не понимают, что их сделало больными, и они не интересуются, а в конечном итоге не получается тот результат. Поэтому ключевой вопрос, вот этот ответ на ваш вопрос, это очень важный момент, чтобы человек должен интересоваться своим здоровьем. Ну, то есть это в любом случае инициатива должна выйти от пациента, то есть есть ли квоты от государства на подобные операции и много ли их? Ну, смотрите, какая ситуация. Слово, много ли их, не очень хороший вопрос, некорректный, они есть всегда для тех людей, которые нуждаются. Давайте так, потому что государственная программа не может, хотя в реальности, конечно, не совсем так, но мы очень много работаем по квотам и так далее, и так далее. Другой вопрос, что меняются события, меняются ситуации, поэтому надо разделять очень важный момент для людей, важный, что есть стандартные методы лечения, стандартизованные, замена коленного сустава, например, плечевого сустава, но более сложный, голеностопного сустава, то есть замена с использованием протезов или имплантатов, изготовленных аддитивными методами. Это стандартные методики, а есть персонифицированные так называемые, то есть когда стандартные методы либо не подходят, либо в силу каких-то причин не могут применяться, потому что их просто нет или не разработаны. Вот тогда подход индивидуализации, то есть делается, в принципе, то же самое, но уже как бы с более глубоким и более индивидуальным подходом к решению данной задачи. Пример простой. Вот заменять коленный сустав, можно заменить его целиком полностью, а можно заменить какую-то часть коленного сустава. Как правило, проще целиком, потому что он полностью изношен. Это стандартная методика. Но бывает травма коленного сустава, когда, например, поврежден минические связки какие-то. Там можно заменить хороший сустав, как бы полноценная кость, а заменить связки с помощью определенных методик изготовления данных связочного аппарата. Вот вам пример. Неразрушающая технология, при этом частичная замена части функционального органа или полная замена. Это немножко разные подходы. Есть онкология, где не всегда любые методы лечения, которые требуют восстановления функции, предсказуемы, понимаете, учитывая комбинированные методы лечения. Поэтому онкология все сложнее. То есть возникает часто у нас много таких пациентов, часто желание помочь, но мы понимаем, что есть определенные ограничения у этих пациентов в силу разных причин. Начиная от анатомических и заканчивая функциональным. То есть люди много лет принимают препараты и так далее. Это тоже тема отдельного обсуждения. Давайте оставим онкологию для отдельной передачи, отдельной программы. Нужна ли сертификация изделия перед проведением операции? Я вам скажу цинично. Самодельность хороша на сцене. В медицине самодельствия в принципе не должно быть. Всегда любому новшему спрятешествуют несколько типов исследований. Это доклинические исследования, токсикологические исследования, исследования на животных, потом первый этап клинических исследований на добровольской, только потом внедрение. Поэтому сложный, многоступенчный, дорогостоящий процесс, поэтому всегда в любой ситуации требуется исследование. Единственное, я хочу такое легкое отступление сделать, очень важно, чтобы люди понимали, есть такое понятие кастом-мейт или индивидуально изготовленное, потому что человек, некоторые не могут годами ждать серийных изделий. Исходя из этого, человеку можно изготовить с помощью аддитивных технологий, вот тут палочка-выручалочка, индивидуальный процесс. Это, конечно, дороже, сложнее, ну и в квотную программу это тоже достаточно часто входит. Мы все равно стремимся к стандартизации процессов, то есть любой заведующий кафе, любой специалист скажет, что удобнее работать со стандартным процессом, протезами или имплантатами. Но индивидуально имеет место быть, это палочка-выручалка, когда сложно, дорого и иногда недоступно, как поискали, изготовить серийные изделия. Вот тут индивидуально изготовлено. Это первый вопрос, ответ. И второй момент, то, что мы должны понимать, что не сертифицированными материалами ни в одной уважающей стране мира никто работать не будет. И, соответственно, есть тоже тема отдельная передача, отдельного разговора, как правильно, какое должно быть понимание, какие есть биоматериалы. И у нас будет и сообщение, доклады, и статьи, как раз мы этим занимаемся. Именно процессом регистрации, но регистрацией тоже занимается, а мы именно изучаем на животных влияние материалов, изготовленных аддитивными технологиями на органы человека. Прекрасные успехи, уже больше пяти лет занимаемся, это здорово у нас. Есть сертификация материалов для изготовления имплантатов, а есть сами имплантаты, это отдельная сертификация. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Да, действительно, у нас будут в дальнейшем целые циклы передач, еще раз, они рассчитаны именно на пациентов, то есть это не какие-то научные передачи, но они будут касаться, конечно же, науки, и частично вы также будете, смотря эти передачи, узнавать о том, что происходит в научном сообществе, и возможно, это поможет вам или вашим близким. Да, и не забудьте, еще мы ждем вопросов, начиная цикл передач, мы ждем вопросов от наших пациентов. Пожалуйста, пишите свои вопросы в комментарии, мы, возможно, если это будет очень объемный вопрос, то мы сделаем даже целую передачу, именно посвященную этому вопросу. Ну что ж, а я прощаюсь с вами, как всегда, увидимся на Росмолд, и не забывайте регистрироваться на выставку и на форму аддитивных технологий.